Хочешь быть в курсе последних новостей туризма? Подписывайся на наш канал и ты будешь всегда знать, что происходит в отелях, что нового, что изменилось. Этот канал для вас. Подписывайтесь на него. Мы находимся в отеле Лепаша. У нас номер на первом этаже. Вот мы вышли из номера. Перед нами один из бассейнов. Бассейны пользуются популярностью в смысле загорания, но не пользуются популярностью в смысле купания. Очень холодная вода, хотя дети иногда резвятся. Территория отеля достаточно большая. Она длинная. По ширине она не очень большая, а вот в длину достаточно. На территории отеля есть еще горки. Они работают с 11 часов вроде как до часу, но мы прокатились один раз. В общем, этим будет интересно. Мы подходим к пляжу. На пляже есть кафе, в котором в обед тоже можно покушать. Тут чуть меньше будет разнообразие, но вполне всего хватает. Вот там на щите написано, что бронировать лежаки запрещено. Но все равно все приходят, кладут полотенце. В том числе и работники отеля для избранных клиентов тоже кладут полотенце. И когда иностранцы приходят и платят им денежку, это лежаки оказываются свободными для них. Здесь находится дайвинг-центр. Вот он слева. Ну, мы, правда, им ни разу не воспользовались. На экскурсии здесь видели, что приводят. Сейчас рассвет, поэтому никого на пляже нет. На этот пирс можно выйти, но вообще нашему отелю не разрешается, потому что это пирс другого отеля. Но с той стороны есть две лесенки. К сожалению, кораллового рифа здесь нет. Есть две-три коралловые почки и, соответственно, две с половиной рыбки. Самые красивые кораллы и водоросли находятся в пирсе на столбах. Вот сейчас все лежаки свободны. В принципе, найти лежак всегда можно, несмотря на то, что как бы многие кладут полотенце. Ближе к кафе всегда есть места. Кому не хватает, тот идет лежать в бассейн. Некоторые люди даже не купаются. Территория отеля ухоженная. Постоянно что-то с растениями делают. Их постоянно подсаживают, поливают. То есть уход за территорией хороший. Здесь еще есть детская площадка. Правда, мы на ней детей ни разу не видели. На территории первого бассейна есть теннисный стол. Правда, ракетки и мячик в очень пожеванном состоянии. На пляже и у бассейна есть душ. Всегда можно сразу помыться после купания. В бассейне есть такой бар. Но за холодной воды мы тут народа не встречали. Вот мы идем в наш номер. Мы снимаем наше видео уже перед самым отъездом. В номере есть телевизор и холодильник. Бар платный. Есть туалет-ванная. В номере есть телевизор и шкафы с вешенками тоже есть. Из развлечений еще есть попугайчики. Две клетки. Здесь такие попугайчики. Все одинаковые практически. Там волнистые. Все разные. Сейчас мы идем в сторону столовой и место, где проходят вечерние развлечения. Также на этом месте в основном сидят те, кто ловит бесплатный Wi-Fi. Но для столовой есть еще шахматы. Обычно здесь всегда достаточно много наружу. Это вход на ресепшн со стороны отеля. Здесь тоже часто сидят люди, курят и ковыряются в интернете. Викинг туристик Отдых покупают на wiking.by Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. С вами был Лосинок Евгений. Подписывайтесь на мой канал. Подписывайтесь на мой канал.